Ученик Сергия Радонежского, преподобный Савва, был настолько поражен красотой из Венигородской природы, что воспринял эти места как земной рай. В 1398 году он основал здесь монастырь. С тех пор Савино-Сторожевский монастырь всегда считался обителью русских царей, а чудотворец Савва благословлял их на дальние походы, оберегал от неприятелей. Благодарный князь в честь победы строит здесь каменный собор Рождества Божьей Матери, который сохранился до нашего времени. И вот с этого времени уже обитель начинает такую историю более серьезную. Здесь появляется ограда, появляется келья и появляется еще один небольшой каменный храм, он не сохранился, вот здесь небольшой фундамент. В честь преподобного Сергия Радонежского он был подстроен. Полностью разграбленный в смутное время монастырь с приходом царя Алексея Михайловича начинает новую страницу в истории. По преданиям преподобному Савве царь обязан жизнью. Чудесное явление старца спасло его от дикого зверя. Вот как раз в этот момент такой трагичный вдруг появляется из леса отшельник, убеленный сединами старец и при его появлении медведь убегает. Вот и царь понимает, что именно появление этого святого мужа дает ему возможность жить и он спрашивает его имя, тот говорит Савва. Буквально за четыре года здесь отстроили все, что дошло до нашего времени – звонницу и трапезную дворец царя и крепостную стену, царицыны палаты и братские корпуса. Словно чудесная защитная сила уберегла монастырь при нашествии Наполеона и в Великую Отечественную войну. Сюда не упала ни одна бомба, ни один снаряд не залетел. Вообще просто, как будто бойцы 144-й стрелковой дивизии, которые здесь воевали, они с ними вспоминали, и даже там у них такое есть слово, что ваш монастырь Савва рукой прикрыл. Больше всего бед и унижений претерпели эти святые места в годы советской власти. Были вскрыты мощи преподобного Саввы. Они чудом сохранились благодаря местному жителю Михаилу Успенскому и после были возвращены. Лишь в 1995-м монастырь стал возрождаться и в этом году встретит свой 625-летний юбилей. Более подробную историю монастыря вы узнаете в нашей программе про округ. Полина Бахова, Артем Ломоносов, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.